Фабрика парасфасовцы китайского чая будет створена в Могилёве. 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 Я хочу, чтобы сегодня был представитель именно в городе Могилёве с регистрацией и созданием совместного предприятия, в том числе по производству чая. И даже в ходе этой неподолжительной встречи есть такая договоренность, что будет фабрика в городе Могилёве строиться именно по производству и распасовке изделий, которые сегодня производятся в Чанше. Китайские фирмы представили на выставе минавитоты, гатунки и виды продукции, яких нема у гандлёвых сетках Беларуси. Сейчас китайские предприятия очень заинтересованы инвестировать в Могилёв, в Могилёвскую область. Наши экономики, они очень взаимодополняемые. Я уверен, что в Беларуси есть тоже товары хорошего качества, которые понравятся и будут пользоваться популярностью в провинции Хунань, в городе Чанша. У супрацовницей Могилёва с городом Чанша великые перспективы, упыльнены гости, и китайский блок затекавлены у беларусских продуктах харчевания. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона. У Москвы проходит четвертый форум регионов Беларуси и России. У его работе так само на выставе новейших вытворчо-техничных распрацовок активно удельничают и представники Могилёвской области. Продолжение следует... У Бобруйску открылся девятый международный инвестфорум «Мельница успеха». Там отбывается выстава-презентация инвестиционных и инновационных проектов региона, где представлены лепшие пропановы по приоритетных накерунках развития в области. Одна из секций инвестфорума у Бобруйску при нам все присвящена развитию сферы туризма и культуры. Туризм – это халена, якая мклево развивается во всем свете, и в Беларуси есть рух так само. Добрыхажостя у нашего региона и при нам все Бобруйска хочу притягнуть увагу представников туристичных компаний. Про это рассказал у интервью телерадио-компании «Могилёв» намесник начальника управления спорту и туризму АБВ «Канкама» Вадим Брежезинский. Организованных туристов в нашу область въехало в прошлом году порядка 8 тысяч человек. Надо сказать, что в гостиницах проживало свыше 31 тысячи иностранных граждан, в санаторно-курортных учреждениях свыше 7 тысяч граждан. В этом году наблюдаются тенденции к увеличению иностранных туристов. По оценкам за полугодие свыше 4 тысяч человек посетили нашу область с различными целями. Глядите интервью Вадима Брежезинского у информации на аналитичной программе «Днями». Дальше подей. Генеральная репетиция, монтаж салютных установок и головные сцены. Завершается опошнее приготовление до дня на роджение Могилёва. Непосредно свято 1-го липеня почнется з официйного приема делегаций и гостей города. 1-го червеня у 11.00 скверы 40-го дзя Перамоги почнется свято середневечча «Рыцарский стан». По традиции у 12.00 усіх запрашаюць на тетрализованное шесте. У гэтыш час почнется и свято национальной культуры у этнографичным комплексе «Зелёный гай». Площа зорок сустряню у сіх концертной программой «Квітней Могилёв». Початок у 13.00. Ну а в улице Ленинская будзе гаманись на розные голосы, дзе проставники розных диаспор проставить особливості сваих национальных культур. Городский пляж на Днепры так само стане великой арт-пляцовкой. У 9.00 вечера на площади Ленина, каля Дома Совета, упашнется великое святошное проставление «Виват Могилёву-750». Гэта будзе реконструкция життя города с дня засновання, якой завершится 3D-мэппинг-шоу и фейерверком. В святошных пляцовах будзе шмат, на площади Славы у 21.00 так само проставить концертную святошную программу. Так бы мовить кличник, у святкованнях поставить незвычайный салют, який подарыли Могилёву китайцы. Початок у 24.00. Звертаем вашу увагу, што для безпеки выставять посты очапления. Будзе перакрыты мосты Мяяшина-Празднепр, парк аттракциону и территория Каля Палаца в области. Уважливо ставтеся до своей безпеки и безпеки інших. Нагадаем, што першого червеня с 21 годины на телеканале Беларусь 4 Могилёв. Будзе вестися про мая телевизийная трансляция святошныха концерта «Виват Могилёву-750» и 3D-мэппинг-шоу на будынку Дома Советау. Концерт Русского народного хора имя Митрофана Пятницкого пройшов в Могилёве. Культурную падею промерковали до фестиваля духовной музыки «Могутный Божий». Выступление коллективу пройшлося до спадобы могилёвчанам и гостям города. Это добрый подарунок напереда дня на роджение Могилёва. Одна з довгочаканных падей, што отбылась у Межах фестивалю духовной музыки «Могутный Божий» – концерт Русского народного хору имя Митрофана Пятницкого. Миновата с этого коллектива почалась история народного хорового співу на профессийной сцене. Всё это творчество настолько позитивно, настолько высоко, глубинно и творчески оно наполняет. Нравится хор Пятницкого, и мы его не раз слушали, поэтому с удовольствием пришли. Ну и вообще приятно, что в Могилёве проходят такие замечательные мероприятия. Вот и всё. С днём рождения, Могилёв! Увесь тыдень на фестивальных пляцовках Могутного Божия пановала атмосфера, протятая духовностью. Працевала духовно-осветницкая выстава «Кирмаж» «Беларусь православная». Своей программы на площади зорок выконывали христианские группы и солисты – хоровые коллективы из разных краин. У вечера у катедральном костюля у небаузятя Пресвятой Девы Марии Могилючан и гостей города чакая концерт органной музыки. А в неделю в этом же храме свою программу представить камерный оркестр и хор с Даугаупилсу. Фестиваль протягивается. Алина Соловьёва, Миколай Соболёв, Новины региона. Бабруйск у 14-й раз устрекает замежных гостей на фестивале «Винок дружбы». Новые краины, новые коллективы. По словах организаторов, у Бабруйск приедут больше полтысячи артистов с 26 краин света. Галонной пляцовкой традиционно станет лядовая арена. Там у першиню танцоры из разных краин выконают белорусскую лявониху. Венгрия, Словакия, Латвия, Литва, Турция, Польша. Больше за 180 человек выконают белорусский танец на урочистом открытии фестивалю. А кроме концертных номеров, каждая краина привезла и свой вянок. Благодаря Ирине Александровне Роскоч, которая столько времени занималась уже этим фестивалем, она нашла эту изюминку. И если вы хотите посмотреть, в чем она заключается, сходите в наш музей, и вы там увидите все эти красивые шедевры. У Межах фестивалю каждая краина отримает по 25 минут для презентации своей творчести и культуры. Организаторы ж уповнены, отримается фееричное шоу. И еще больше интересных новин на нашем сайте. А я за вами раз витвуюся и ждю только доброго настроя. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok